Привет, ребята! Сегодня должно было выйти, конечно, совсем другое видео. Но произошло то, что произошло. И я уже, если честно, пятый раз пытаюсь записать это видео. Со вчерашнего дня я пытаюсь записать это видео. Вчера я садилась три раза. Садилась, начинала плакать. И выключала камеру. И сегодня это второй раз. Сейчас я, я думаю, я собралась. И что я хочу сказать. Во-первых, я просто хочу сказать спасибо. Огромное, огромное, огромное спасибо вам за ваши сообщения. За ваши письма, за ваши сообщения в личку, в мессенджеры. Я так счастлива знать, что вы сейчас со мной, что вы меня поддерживаете. Я безумно счастлива, что все мои друзья со мной. Что вы, люди, которые изучают русский язык сейчас со мной. Что люди, которые окружают меня здесь, в Португалии, тоже сейчас со мной. И вчера утром, когда я вышла на улицу, первый человек, которого я увидела, была моя соседка. Она выгуливает свою собаку по утрам. Она подошла ко мне. Она уже плакала. И я, видя, что она плачет, тоже начинаю плакать, естественно. И она мне сказала, она сказала по-португальски. По-русски это значит, это жажда власти. И сейчас мы все с вами видим, как это работает. Что такое жажда власти. Она спросила, как моя семья в России. Я сказала, да, все хорошо с ними. Моя семья в Казани. Это далеко от границы с Украиной. Но, тем не менее, это моя страна. Она и это правительство моей страны, которое вчера приняло решение, которое они приняли. Но самое главное для меня сейчас, что все люди, которые были со мной, они со мной. И вчера был, это ужасное совпадение, но вчера был день рождения моего сына. И у нас очень много друзей, не только португальцев, но и украинцев, и, конечно, русских. И вчера все пришли поздравить моего сына. И это был такой странный день. Это был такой странный вечер. У меня есть подруга. Она из Украины. И мы с ней пошли на балкон. Мы стоим, смотрим на город. Мы слышим шум океана. Мы далеко от наших стран. Она из Украины, я из России. И она курит, смотрит на меня и говорит, ты знаешь, сегодня брат моего мужа пошел воевать против вас. И она заплакала. И, конечно, я тоже заплакала. И она говорит, знаешь, самое ужасное, что наши президенты, наши правители хотят, чтобы мы перестали быть друзьями. Чтобы мы перестали быть тем, кто мы есть. Чтобы мы превратились в животных. И все, что мы можем сделать сейчас, это не превращаться в животных. Не превращаться в животных. Мы должны оставаться людьми. И я не очень религиозный человек. Но я верю в высший разум. Я верю в высшую силу. Я верю в разум людей. Потому что мы не животные. Мы люди. Биологически мы животные. Но у нас нет когтей. У нас нет острых зубов. У нас нет никакого оружия. Мы не умеем быстро бегать. Мы не умеем лазать по деревьям. Все, что мы можем. Самое главное наше оружие. Это наша голова. Это наша голова. Это наш мозг. И мы должны уметь договариваться. Люди не должны погибать. Мы должны сесть за стол переговоров. И все, о чем я сейчас прошу, высший разум, в который я верю, это чтобы все это как можно скорее закончилось. Чтобы все это прекратилось. Люди не должны погибать. Спасибо.